Вы увидите это только у нас. Уникальные кадры самого пекла войны. Власть так, чтобы я руки бачу, б***ь! Руки! Руки! Выбор у оккупантов невелик. Смерть. Вражеская кодла беснуется и продолжает геноцид украинского народа. Мы как раз спали. Нашу квартиру прилетело, мы как раз спали. Но украинские воины точно знают. Наша победа лишь вопрос времени. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Продолжается кровавая война. Война, которую Владимир Путин и его свора развязали на украинской земле. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это Фронт Ньюс. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем сразу же с эксклюзивного материала, с многострадального украинского Донбасса. Район Бахмута остается одним из приоритетных направлений для вооруженных сил Украины. Тяжелые бои со штурмами продолжаются и сейчас на территории освобожденной ранее Клещеевки. По понятным причинам информации о наступлении на этом участке фронта мало. Но наши военные, до этого зачищавшие саму Клещеевку, сейчас раскроют детали этой операции. К сожалению, эти украинские воины уже после съемок сюжета получили боевые ранения. Желаем здоровья нашим защитникам. Ну а далее материал журналиста ТСН Ивана Петричака о цене сверхтяжелого украинского наступления. Клещеевка. Кадры со шлемом украинских штурмовиков. Работают десантники 80-й бригады. Вот в этих развалах наши бойцы выявили укрытие оккупантов. Те засели в подвале и сдаваться, похоже, не собираются. Вылазь! Так, чтобы я руки видел! Руки! Выходи! Вариантов у россиян немного. Плен, либо же смерть. Давай вылазь! Руки должны быть подняты. Сначала с подвала выходит один, за ним второй, потом третий. В общей сложности 7 россиян. За раз взяли двое украинских десантников. Вот это вход в подвал. Это котик впереди. А камера была на шлеме у Баха. Они пошли двоечкой. Котик, боец, который снимал это видео, во время следующих боевых заданий получил ранение. И на момент записи интервью находится в госпитале. Его собратья с позывными Кэмэл и Казак комментируют штурм. Ведь тоже тогда были в составе подразделения. Когда-то это был дом. Там был подвал. То, что на видео, это все, что от него осталось. Кэмэл и Казак вместе воюют три месяца. Кэмэл опытный боец, а Казак на войне меньше года. И освобождение Клещеевки, это были его первые боевые выходы. Мы приехали, это был белый день. Нас начали так крыть, что мы не могли продвинуться дальше. И миномет, и танк, и все, что есть. Работа под обстрелами, когда оккупантов больше, чем своих. Да, подошли к дороге. Давай, давай. Они недалеко. На этих видео операция по освобождению Клещеевки в самом разгаре. Плюс-плюс. Начал движение. В тот день наши бойцы получили задание продвинуться на ближайшую к врагу точку и закрепиться. Когда ты должен идти на штурм, ты видишь эту крайнюю точку. К ней идти полминуты. Но ты идешь, и тебе кажется, что ты уже прошел два часа, три часа. Через эти все окопы, развалины. Если взять саму Клещеевку, именно населенный пункт, она в ноль уничтожена. Страх он присутствует с самого начала и до конца. Такая у этих ребят работа. Нелегкая. По полям, постепенно продвигаясь вперед, штурмовики обследуют каждый дом и каждый раз рискуют. Так, мужики, снировали это скупчение. Так, ребята, очень-очень большое скопление. Сюда бросали? Штурмовато. Штурмовать каждую улицу, каждый дом, параллельно посадке. Все это было очень напряженно и тяжело. Напротив окна там никто не стоит? Спасибо богу, у нас все получилось. Наша артиллерия чудесно работала в Клещеевке, а также наша авиация. Мы дошли до этой точки, до которой должны были, и на этом наш штурм закончился. На крайней точке обнаружили скопление россиян. С разрушенного подвала сразу же вытащили шестерых. Еще один оккупант пошел на хитрость. Не все вышли. Шесть вышли, их спросили, есть ли кто-то там еще. Говорит, нет, все, подвал пустой. Потом котик вроде бы бросил еще одну гранату. Вот, закинь еще одну. Тот тоже начал кричать. Все, все, я сдаюсь. Наши ребята говорят, а чего же вы сказали, что там никого нет? Он же хотел залазить, защищать его. Кто знает, что его ожидало. Может быть, тот с гранатой сидел. Поведение оккупантов в который раз свидетельствует о том, что они осознают, что делают, и сдаваться добровольно не готовы, даже в худших для себя ситуациях. Сейчас Клещеевка под украинским контролем, но операции по освобождению территории в этом районе еще не завершены. Украинские штурмовики ежедневно рискуют жизнью, чтобы освободить все захваченные территории. Есть еще ряд задач, которые необходимо выполнить. Наш лозунг всегда первое. Оно так и есть. Десантно-штурмовые войска всегда на переднем краю. Никто, кроме нас. Уже во время подготовки этого сюжета к выходу в эфир Кэмэл и Казак также попали в госпиталь. У одного осколочное ранение и контузия. У другого последствия физической перегрузки. Но оба планируют как можно быстрее вернуться в строй и продолжать биться за победу. А теперь мы переносимся и анализируем оперативную ситуацию на Запорожском и Херсонском направлении. Террор этих регионов Украины – это еще одна визитная карточка русского мира. На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работина Запорожской области. На Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника. Да, россияне жестко и ежедневно обстреливают освобожденный украинский Херсон. Корреспондент ТСН Наталья Нагорная побывала на месте одного из таких прилетов. На автостоянке машины выгорели дотла. В доме вблизи мирно спали люди. По словам свидетелей, взрыв произошел около часу ночи. Люди испугались и выбежали на улицу. Однако говорят, что больше всего испугались за молодых родителей и маленькую девятимесячную Эмилию. Ведь самый большой удар пришелся на их квартиру на третьем этаже. Детальнее о ночном терроре и как жители обычного жилого дома разгребают его последствия. Смотрите в нашем сюжете. Это Злата, ей шесть. Она живет в Херсоне и утром помогает взрослым. В многоэтажке, где она живет, прилетело три снаряда. Злата, чем ты сейчас занимаешься? Расскажи нам, пожалуйста. Больше всего пострадавших вот здесь, на третьем этаже. Здесь зацепила целую семью. Также пострадала девятимесячная девочка Эмилия. У ребенка с головы пришлось вынимать осколки. Также со второго этажа многих людей повезли зашивать. Ребенок жив, слава богу. Осколки с головы вытягивали? Осколки с головы вытягивали. Ну да, было немного. Остался только перепуг. Удар приостановило дерево около дома. От него остался лишь посеченный ствол. Придержало удар. Оно продержало удар. Да, оно придержало как раз удар. Вот оно. Это уже его остатки. Ребята оттянули. А это ребенок, за которого мы так сильно переживали. Девятимесячная Эмилия, рожденная в Херсоне. Ребенок немного пострадал, но уже обещала нам показать ладушки. И даже немного улыбается. Нашу квартиру прилетело. Мы как раз спали. Нашу квартиру прилетело. Мы как раз спали. Эмилия была с нами, лежала посредине. Услышали, как все дребезжит. Сразу же накрыли ее одеялом. Вдвоем прижали, но она очень испугалась. Она взлякалась. Осколки много. Осколков много у меня здесь. Осколок был. Несколько ожогов на спине, а также очень сильный на ноге. У нее вот немного на голове. Семья Дианы и Дмитрия переселенцы из левого берега. Квартиру арендовали. Это уже второй обстрел, который пришлось пережить в семье с младенцем. Теперь решили переезжать. Самое большое мое желание было, чтобы мой ребенок родился в свободном Херсоне. К подъезду возвращается сосед со второго этажа. Евгений был у медиков. В квартире Евгения также все побито. Для того, чтобы убрать побитое, выходят чуть ли не все соседи. Электрики проверяют перебитые провода. Мы сейчас обезопасиваем под напряжением, какие кабели отключаем. Светло ехать в кудыках. Также снаряды прилетели по местной стоянке. После этого автомобили выгорели просто дотла. Пять автомобилей сгорели сразу же. Остальные побило осколками. Первая воспылала машина Анастасии. Ветра сгорела в нее, в первую попала в крышу. Сразу же сгорела в нее, в первую попала в крышу. В багажнике был газовый баллон. Потом от нее уже и начали другие взрываться. А у вас ребенок, я вижу. И вы все равно остаетесь в Херсоне? Да, ребенок. Да, некуда ехать. Да и за что? Сама Анастасия в этот момент выносила в коридор дочь, восьмилетнюю Дарью. Сегодня я спала. Сегодня, когда я спала, меня мама выносила в коридор. Дарья вспоминает, на этой машине она когда-то ездила в веселое путешествие. В зоопарк. В зоопарк, на море, в Скадовск. В городе под обстрелами ежедневно остаются пять с половиной тысяч детей. А сейчас мы переносимся на пылающее Авдеевское направление фронта, где враг активизировал свои наступательные действия. На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону. Однако безуспешно. Защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Несмотря на все попытки врага захватить Авдеевку, вооруженные силы нашей страны исправно и очень методично делают свое дело. Защищают родную землю. За минувшие дни уничтожено пять вражеских танков. Одна БМП, один БТР, один бронеавтомобиль Тигр, сотни единиц живой силы противника. Украинские герои в очередной раз напоминают оккупантам, не пытайтесь вступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами. На Авдеевском направлении это происходит вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще по меньшей мере шесть вражеских атак силы обороны отбили недалеко от Макеевки на Луганщине. На этом участке фронта в районе Серебрянского леса враг атакует группами при поддержке авиации, танков и артиллерии. Несмотря на многочисленные потери, россияне так и не оставляют попыток выйти на административные границы Луганщины. Об усилиях нашей пехоты не дать противнику продвинуться вперед ни единого шанса – репортаж журналиста ТСН Ивана Петричака. Утренние лесные пейзажи ничем не напоминают о войне. Но это только с первого взгляда. В кузове пикапа мы едем в лесничество на границе Донецкой и Луганской области. Что можно сказать о Серебрянском лесу сейчас? Здесь очень живописно, но очень много сгоревших деревьев, и время от времени бывает немножко громко. Чем дальше в лес, звуки становятся все громче. Деревья меняют цвет, становятся вовсе черными. Где-то стволы прострелены, либо скошены пополам. Впереди один из самых горячих участков фронта. По размерам похоже на неуправляемый авиационный боеприпас. Как видите, прострелил дерево, сдетонировал и зажег лес. Это точка, куда мы еще можем доехать на машине. Дальше лишь пешком. На позицию лучше бежать, потому что вокруг много прилетов и сгоревших деревьев. Воронка на воронке. Все заминировано. Здесь тропа, если что, не переживай. Недалеко от тропы лежит артиллерийский снаряд. Он упал в песок и не разорвался. Это дорога к нулю, перебежками. Здесь держат оборону 51-й батальон. Мы в гостях у сотой бригады террабороны Волынь. Здесь у нас находится пулеметчик. Можно зайти. У вас здесь точно не скучно, да? Нет. Или бывает время заскучать? Лучше бы мы скучали, но так не получается. Здесь очень-очень горячо. Горячо постоянно, говорит Сергей. Расстояние к врагу минимальное. При хорошей погоде можно перекрикиваться. Это уже ноль. Дальше их позиции, российские, за которыми мы наблюдаем. Сейчас здесь обострение. Россия не пытается влиться в нашу линию обороны. Боец показывает. Враг спереди и с левого фланга. Подъезжает бронетехника, открывает на нас шквальный огонь. И десант малыми группами пытается где-то сбоку с флангов подойти. Прострел позиции со стрелкового оружия был за несколько часов до нашего приезда. Сейчас работает артиллерия. Пока мы записываем интервью, в небе над окопами зависает беспилотник. Прячемся в укрытие. Слышен звук дрона. Главная проблема непонятна, чей он, украинский или российский. Вся маскировочная сетка над головой именно для такого случая. Координаты наших позиций и так известны, но под сеткой сложнее определить передвижение солдат. Есть антидроновое ружье, но просто так сбить или посадить беспилотник бойцы тоже не могут. А если наш? Непонятно, потому что работают как наши, так и их дроны. Одни дроны могут быть выше, другие ниже. Полевой связью Сергей выходит на штаб. Над нами птица, чья? Но не дождавшись ответа, дрон исчезает. А по телефону передают. Движение техники в сторону позиций. Тяжелые техники. Впоследствии ее слышно и на наблюдателе. Танчик. Танчик. Пи***й. Деревья перед нашими позициями выгорели еще не полностью. И прямой наводкой сквозь стволы вражеский танк, скорее всего, не будет стрелять. Но лучше быть в укрытии. Да, кто приходит там. Даже укрепленные мешками окопы рассыпаются после каждого взрыва. Но это не единственная сложность войны в лесу. Звуки взрывов между деревьями становятся эхом. И кажется, что звучат отовсюду. Мы здесь уже минут 20, но канонада не прекращается. Что это было? Наверное, что-то сбросили. Опять начинается там. Пришло время успокоить врага. К бою. Для этого где-то позади начинает работать наш миномет. По вражеской пехоте бросают несколько мин. Выстрел. После этого командиры корректируют туда ствольную артиллерию. Пилот доложил. Есть движение противника в передних окопах. Россияне забежали в свои закрытые огневые позиции. Осколочно-фугасные две штуки. Огонь! Первый пристрелочный, второй просто в цель. Е, в окопу. Есть, в окоп. Супер. Теперь оттуда никто не выбежит. Разве что двухсотые поползут. В окопах нашей пехоты вновь становится громко. Это 24 на 7 так? Да, ночью немного тише. Были приходы танкам. Это идет эхо от этого выстрела. Они в теннис играют. Если танк выезжает, достать его может только другой танк или хорошая арта. Ничем ты больше его не достанешь. Лес. Мы его обычно и не видим. Редко, когда ночью выходы можешь увидеть. А так только звук. Такая здесь война. Наши воины уничтожают врага, а тот пытается уничтожить их. Что остается? Остается только воевать. Несмотря на обострение, на этом участке фронта бойцы бригады Волынь врага сдерживают вместе с другими бригадами ВСУ. С Волыни и Херсона, Винницы и Одессы, Львова и Николаева. Вся страна бьется за украинскую Луганщину и Донеччину. Ну а сейчас настал черед перенестись на Лиманское направление фронта. Что тут скажешь? Это еще одна краеугольная цель для Путина и всей этой преступной своры. Соответственно, и тут ситуация накалена до предела. На Лиманском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки. Юго-западнее Кременной и, как вы уже сегодня видели, в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где украинские защитники отбили более пяти атак врага. Для оккупантов это, по сути, гибель с небес с радиусом действия в полсотни километров. Всевидящий дрон-разведчик украинской разработки в буквальном смысле не дает россиянам жить. Фурию, а именно так называется этот беспилотник, на вооружение ВСУ поставили еще до начала полномасштабного российского вторжения. А теперь она работает в самых горячих точках фронта. Один из таких боевых вылетов и поединок нашего дрона с российской системой ПВО покажет журналист АСН Иван Петричак. Донеччина. Где-то среди чащ, замаскированная от вражеских беспилотников, украинские разведчики готовятся запускать в небо свой БПЛА. Это крыло АСМ «Фурия» украинского производства. Это одно из лучших крыльев настоящее время, которое у нас есть. Крыло. Так среди пилотов принято называть такие дроны-самолеты. Беспилотник тактического уровня поднимается в небо на высоту до двух с половиной километров. Вглубь к противнику залетает на 50 километров. И способен провести в воздухе более трех часов. На вооружении камера. Идеальные характеристики, чтобы разведывать вдоль линии фронта и при потребности корректировать туда артиллерию. Охота на оккупантов начата. Когда в генштабе сообщают о уничтожении вражеской техники или, например, контрбатарейной борьбе, это все начинается именно отсюда. Аэроразведчики, глаза артиллерии ищут вражеские цели. Экипаж четыре человека. Пилот Сергей ведет дрон за линию столкновения. На экране мелькают необработанные поля Донбасса. За ними одно из закупированных украинских сел. Здесь разъезжает российская техника. Иван, оператор наведения, увеличивает зум. Вот танк двигается в нашу сторону. Он в движении сам, видно на стриме сейчас? Видно, наблюдаю, что оно такое. Сейчас поймем, куда он едет. В конце танк выезжает на окраину села и наводится в сторону нашей пехоты. Эти танкисты-оккупанты еще не знают, что сами на прицеле уже как несколько минут. Уничтожить движущуюся цель нашей арте необходимо одним выстрелом. Иначе убежит. Повредили ли его, неизвестно, но танк быстро убегает. И это уже результат. По нашей пехоте, по крайней мере сейчас, он не будет стрелять. Пилот дрона берет в сторону и идет на новую цель. Нам доложили, что работала пушка из такого-то, такого-то места. Вот здесь, вдоль лесополосы, раньше засекли российскую гаубицу. Все, ищи, короче, внимательно рассматривай, где ты там, б***ься, она стоит. Свою пушку оккупанты забросали ветвями, но еще до этого их координаты уже стали известны. 92-559. 92-559. Починаем на воду, не подзелив. 10-ти минуты взрыва. И убежать у прицепной гаубицы, как это сделал танк, уже не получится. Далее, доразведка территории, наблюдение за передвижением техники, обнаружение мест дислокации и складов врага. Заряд аккумулятора нашего дрона понемногу заканчивается, но на обратном пути появляется еще одна цель. Экипаж заметно нервничает. Выявили вражеское ПВО «Стрела-10» на посадке на огневой позиции. Наш дрон летит высоко, и стрелковым оружием его не достанешь. А вот такие системы, как «Стрела», способны сбить. А теперь, внимание, украинский дрон делает круг над российской машиной ПВО и начинает корректировать туда огонь. Делать все нужно быстро, чтобы россияне и не подумали поразить наш беспилотник. Есть разрыв осколка. Есть разрыв. Есть взрыв. Прямо напротив наката. У подразделения разведки 56-й бригады таких уничтоженных машин ПВО противника уже несколько. Пушки уничтожали Д-30, Мстабе, Саушка, три склада уничтожено. Штук три склада уничтожено. Танчики. Как-то за один вылет было уничтожено два склада и две пушки. Теперь Фурия возвращается на базу. Я вижу, я вижу ее. Все, пусть выбрасывает. Садится в поле. Оператор Иван быстро подбирает дрон, меняет батареи и вновь готовит его на взлет. Враг несет потери, но для победы нам еще надо много работать. А еще хочется сказать, что наши воины обязательно добудут долгожданную победу. Несмотря на то, что сейчас им, да, очень тяжело. Нормально, Бибон? Халк! Святой! А впереди холод. Ну, точнее, он, в принципе, уже настал. Но, знаете, поражает то, как украинские защитники там, в самом пекле войны, не просто держатся, а сохраняют боевой победный настрой. Всем доброе утро. Мы проснулись. Богдан, поздоровайся. Проснулись. Готовим завтрак. Утро начинается с кофе. Ночь была дуже, дуже, дуже холодно. Ночь была очень-очень холодной. Замерзли, как не знаю кто. Зуб на зуб не попадает. Но ничего, уже утро, солнышко вышло. Поэтому, думаю, погода уже будет лучше. Главное теперь, чтобы какие-то полудурки нас не забросали всякой гадостью. А так все будет хорошо. Поэтому слава Украине, героям слава. Поэтому слава Украине, героям слава. Пожелайте нам приятного аппетита, всего хорошего. Мы вас любим. Все будет Украина. Все будет Украина. На сегодня все. Но уже очень скоро в программе Фронт Ньюз новые уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Тимошенко. С вами был Игорь Негода. Брегите себя и родился этим этим в기를, и все это Корр agriculture. Ох, hy. Игорь Негода.